В Кемерово всё готово к открытию сквера «Ангелов» на месте трагедии в Зимней Вишне. О том, как этот сквер создавался, о месте памяти и месте силы. Наш Сапкор Кирилл Воробьёв, которого перед открытием по парку провёл кузбасский губернатор Сергей Цивилёв. Тот самый, кто в те дни взял всё на себя. Масштаб работ виден с воздуха. Отремонтировали все ближайшие дома, сделали единые фасады. Здесь была свалка. Это вообще жуть. Здесь гаражи стояли. Такое забытое место просто и всё. Богом забытое. А теперь это центр притяжения. О том, что здесь больше никогда не будет торгового центра, сказали сразу после пожара. Судьбу пустыря решали всем городом. Предложений было много, но большинство сказали, что здесь будет парк. Это наш символ. Вот они, ангелы, летящие к солнцу. А вот здесь высказывания знаменитых наших российских людей. Вот Лев Николаевич Толстой. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. На парк ни копейки бюджетных денег не потрачено. Всё пожертвование. Кстати, концепцию меняли несколько раз. Согласовывали с близкими погибших. Во время работы над парком работали и с ними. Я задал вопрос родственникам погибших. Как вы можете оценить работу работников соцслужб. Вы знаете, они стали хлопать. Они стали аплодировать. Это самая большая награда. Парк как общий итог работы. Главный акцент на мощную природу Кузбасса. Для ландшафта и оформления привезли сотни растений и 17 тысяч тонн камней. Горы, шерегеш, скала. Здесь сверху будет фонтан идти. Это всё один фонтан. Это вот такой длиной. Это фонтан. Каким будет парк и его окрестности, выбрали родственники погибших. Но просили не только сквер. Пожелания были у каждого свои, но не для себя. У нас погибли двое детей. Егорка занимался в спортивной школе. То есть мы просили обустроить спортивную школу. Какая поддержка была? Вот не только сейчас речь, естественно, про деньги. Не всё деньгами определяется. Не всё деньгами меряется. И вот поддержать, помочь там с восстановлением здоровья, добрым словом. Это сквер скорби или всё-таки жизни? Это место силы. Кирилл Воробьёв, Роман Быков, Сергей Бабичев, Артём Зенов и Александр Ганов. Вести в субботу из Кемеровской области. Субтитры подогнал «Симон»